Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму алярасулиллах Когда-нибудь ты задумывался о скоротечности мирской жизни? Представь, что ты едешь по дороге, ты обгоняешь на поворотах, превышаешь скорость и думаешь, представляешь, что ты главный на этой дороге, и все смотрят только на тебя. И вдруг ты остановился, остановился и встал. И другие участники движения, они просто обогнали тебя и умчались вперед. Так же и мирская жизнь. Посланник Аллаха, салатам, говорил в слабом хадисе, слабый хадис от пророка салатам приводится Халяк аль-Мусау вайфун Погибли те, которые оставляли на завтра. Сколько раз ты намеревался завтра оставить какой-то грех, завтра начать совершать какое-то благое дело, завтра поучаствовать в каком-то социальном проекте, Завтра оказать помощь, завтра помочь кому-то осуществить что-то в своей жизни. Но вдруг засиделся в инстаграме, засмотрелся в ютубе, потерялся в фейсбуке, и все, время ушло, и это сделал кто-то другой. А ты остался стоять на дороге. Мирская жизнь, она обманчива. Мирская жизнь обольстительница. Она всегда оставляет тебя на произвол судьбы. Наши праведные предшественники поняли смысл мирской жизни. Они осознали это. Сказал Али ибн Абутали, прады я Аллаху анху. Я дунья... О, мирская жизнь! Гарри гайри! Искушай кого-то другого! Фаинни талакту кисаласан. Я дал тебе талак три раза. Я развелся с тобой три раза. Очнись от беспечности. Займись благом. Устремись к Аллаху прямо сегодня. Не завтра. Прямо сейчас. Не просто потому, что завтра тебя может настигнуть смерть, а даже потому, что завтра то, что ты намеревался сделать, сделает тот и другой, опередив тебя. Пойми, что ты двигаешься к Аллаху, и сзади всегда есть тот, который наступает тебе на пятки. Устремись к Аллаху всем сердцем. Двигайся к Нему. И Аллах, Субхану Аталя, увидит твое стремление и отблагодарит тебя. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи. Ва баракяту.